Август на исходе. В Калинковичах в этом году новый облик и коммуникации получат пять многоэтажек. Этими работами тут занимается коммунальник Калинковичский. Именно он выиграл тендер на проведение капремонта, обойдя в этом несколько конкурентов. Победить помогло и то, что предприятие и так является эксплуатирующей организацией для большей части жилфонда района. Кроме того, гарантийный период на капремонт – целых семь лет. Кстати, минимальный не должен быть меньше пяти. Есть, конечно, частники, которые заявляют все десять, но тут есть сомнения в том, будет ли юрлицо через 10 лет работать в этой сфере и продолжать выполнять свои обязательства. Вот с этого дома на Суркова-2 почти полвека назад начал застраиваться микрорайон «Север». Об этом нам рассказывает местная жительница Людмила Петрушенко. Женщина, увидев камеру, вышла к нам пообщаться, а заодно и задать свои вопросы директору коммунальника Калинковичского Олегу Жигарю. За 47 лет, говорит Людмила, текущий ремонт периодически делали, а вот капитальный – впервые. Сейчас пятиэтажка как новая. Все поменяли, поменяли трубы внизу, в подвалах, все-все поменяли, крышу поменяли, сделали прекрасно. Но еще, это у нас еще в нашем доме так, а в тех домах даже окна меняли. Людям, людям, в квартирах меняли евроокна, делали, вот всем, у кого не было, у кого были те простые, вот, все делали. Не, хорошо, что тут говорить, хорошо, ну, только что одно, что, вот немножко надо уже поубирать, и нам самим уже за наш счет надо сделать там, ну, покрасить, побелить. А еще, подсказывают нам жильцы прямо из окон своих квартир, после капремонта во дворе дома появилась новая детская площадка. Раньше, говорят, тут были одни старые качели, ржавая горка и никудышняя песочница. Теперь же играть сюда прибегают дети со всего микрорайона. Кстати, скоро и около соседнего дома, где еще продолжается капремонт, появится своя игровая зона. Вообще же, делятся впечатлениями местные жители, глаз радуется, насколько все продумано. Взять хотя бы парковку, раньше ее не было. Машины стояли только вдоль подъездов. Скорой или снегоуборочной техники добраться до места назначения было сложно, а то и вовсе невозможно. А еще вместо узенького тротуара, абсолютно неудобного, особенно для мам с колясками, теперь широкие, с пониженным бордюром и тактильной плиткой. Мы бы сделали и больше, говорят в коммунальнике, было бы финансированием. Капитальному ремонту у нас уделяется большое внимание. Уделяются достаточно большие деньги. Для Калинкович 2,8 миллиона на капитальный ремонт на 2021 год. Это серьезные деньги. Все работы на капитальном ремонте, все до одной, мы выполняем собственными силами. Это и кровельные работы, и фасад, сантехника в подвале. Значит, отопление, холодное водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, замена электрики в подъездах, в местах общего пользования. Все работы мы выполняем собственными силами. Комплекс работ по благоустройству, восстановление того, что пришло в негодность при проведении капитального ремонта. Поэтому участие такое в капитальном ремонте – это дополнительный источник для предприятия, финансирования. Работы по капремонту продолжаются еще на нескольких домах. Сколько осталось еще капитально отремонтировать домов в Калинковичах, потому что уже осень не за горами? Два дома введены в эксплуатацию, как я уже говорил, по шести месяцам, по трем домам ведутся работы. Вот мы на очередном доме, Суркова-1, значит, ввод в эксплуатацию в сентябрь месяц. Практически на доме работы на сегодня выполнены на 60-70%, поэтому у нас еще полтора месяца впереди. Я думаю, что мы его сдадим без каких-то особых усилий. Сметно-стоимость данного объекта порядка 700 тысяч. Работы практически те же самые – кровля, фасад, обшивка балконов, замена окон в местах общее пользование, электрика в местах общее пользование. Подвальное помещение – это сантехника, горячее водоснабжение, холодное отопление, канализация. Сколько нужно времени для того, чтобы отремонтировать дом вот такой? Значит, 3-4 месяца. Ну, от этажности немножко и от… на каждом доме, согласно проектной документации, бывают уже разные работы выполняются. Поэтому от 3 до 4 месяцев. Но все работы вы завершите до начала отопительного сезона? Значит, у нас последний дом – вот октябрь месяц. Эти два дома – сентябрь. До зимы – да. Если будут продолжаться еще работы и начнется отопительный сезон, а вы с чем-то не справитесь, не будет ли так, что люди будут мерзнуть в своих квартирах? Нет, конечно. Значит, сантехнические работы у нас идут в первую очередь. Поэтому до отопительного сезона у нас будет все завершено. Может быть, останутся где-то мелкие работы, в частности, восстановление благоустройства или еще какие-то. Но подготовки к зиме капитальный ремонт не помешает. В следующем году капремонт ожидает 7 домов. Обновления пройдут на Сурково 5,6, Гагарина 2, Советской 9, Карла Маркса 13,15, Марата 72. Каждый год, рассказывает Олег Жигарь, объем капитального ремонта должен прирастать на 4%. Если в этом году его провели примерно на 18,5 тысячах квадратных метров, то в следующем запланировано 20 тысяч. Кстати, сделать внутренние работы в подъезде, например, покрасить и побелить стены, также можно с помощью работников-коммунальника. Так и поступают жильцы, особенно после капремонта, когда хочется, чтобы внутренний вид подъездов соответствовал внешнему. Это, конечно, делается за средства людей, но зато они получают гарантии и рассрочку на оплату. А теперь отправляемся на мини-ТЭЦ. Она тоже находится в ведении коммунальника Калинковичского. Два года она снабжает электроэнергией жителей и организаций примерно половины города. Если раньше, например, горячая вода там в летний период ночью исчезала, то с вводом ТЭЦ такой проблемы больше нет. С вводом данного объекта закрылись четыре газовых котельные, которые работают на газу. На данный момент, в летний период, мы подаем горячую воду и также вырабатываем электрическую энергию. Выработка электрической энергии и подача тепловой воды происходит на местных видах топлива, то есть на щепе, что значительно уменьшает потребление газа. Сергей Трошко работает в коммунальнике Калинковичском 15 лет. Говорит сначала, когда вместо привычных рычагов и рубильников появились мониторы, а ручной труд исчез, было очень непривычно. Потом привык. И теперь не нарадуется, что все так современно, удобно, даже интересно. Такая работа увлекает, рассказывает Сергей Трошко. Там же с советских времен оборудование было, там такого технологического процесса, как говорится, не было. Но все было в ручном режиме, можно сказать. Там пошел, включил, там пошел, выключил, сажал, отожрал. Ну, такая работа была. Здесь у нас мы уже сидим, смотрим, здесь у нас мониторы. И мы по мониторам, по этим ведем весь технологический процесс. Работает объект на щепе. А это импортозамещение, экономия, а еще возможность зарабатывать на излишках электроэнергии. Снижение затрат на теплоэлектроснабжение актуально является задачей во все времена. Особенно в наше время, где экономия топливно-энергетических ресурсов является эффективной, скажем так, государственной программой в области экономической, не только экономической, но и энергетической безопасности страны. Данный теплоисточник, он, значит, вводился в эксплуатацию при помощи государственной программы устойчивого развития биомассы, либо же щепы на теплоисточниках. Финансировался он за счет средств Всемирного банка. Сумма инвестиций составила 14,2 миллионов долларов. 2,9 миллиона белорусских рублей были выделены с областного бюджета. Позволило это городу принести, конечно же, удобство в области минимизации потерь в теплооснабжении. Были переложены тепловые сети протяженностью 11 километров. Были оптимизированы, децентрализированы три теплоисточника, которые работали на природном газу, а это у нас импортируемый вид топлива. Позволило это, конечно же, сэкономить 12 миллионов кубических метров газа в год. Эквивалент на сумме около 3,5 миллиона белорусских рублей. Также мы попутно и реализовываем, вырабатываем электроэнергию, которая покрывает полностью все затраты нашей имени ТЭЦ, а излишки продаем в руб Гомель Энерго и получаем, конечно, дополнительный источник финансирования. В общем, проект очень хороший, надежный. Реконструкция ждет и котельную, которая находится на улице Марата. Она работает на газу и только летом на щепе. Планируется, что работы начнутся в будущем году, и тогда котельная будет работать на щепе круглые годы, а газовые котлы останутся в резерве. Сегодня на этом все, но мы продолжим задавать свои вопросы ЖКХ. До встречи на Беларусь4. Субтитры создавал DimaTorzok